Автомобиль определяется классом. Для его обозначения используется латинский алфавит. А самые маленькие, последующие больше и по размеру, и помощнее. Наш сегодняшний интерес С-класс. Что это? Крепкий середнячок или неприхотливый скромняга? Размеры у него средние, а потенциал разный. Производители предлагают широкий выбор. От слабых и небольших до уверенных и заряженных спортсменов. Связано ли это с национальностью авто или бренда? Начнем с немцев. Это, как правило, городской седан с бензиновым или дизельным двигателем. Для С-класса характерны невысокий клиренс, для лучшей управляемости, экономичный расход топлива и небольшие габариты. У баварцев это третья и четвертая серии. Гран-туризма и Гран-купе. Конечно, отличия в первую очередь в двигателях. Для самой скромной версии это объем 1,6, а для заряженной это 3,5 литра. Разброс цен здесь большой. От 1 миллиона 777 тысяч до 4 миллионов рублей. А что у французов? Может, по-другому? Это может быть так седан, так и универсал. Они имеют длину порядка 4-4,5 метров, оснащаются самыми распространенными и оптимальными с точки зрения динамики и расхода топлива двигателями. Объемом от 1,4 до 2 литров. Мощностью от 100 до 165 лошадиных сил. Значит, французы определяют этот класс все-таки по-другому. Здесь авто поменьше и послабее. Но зато и дешевле. От 680 тысяч до 1 миллиона 130 тысяч рублей. А как у корейцев? Класс С наиболее популярный в Европе размерный класс. Это хэтчбеки и вполне вместимые автомобили. Такие, как седан или универсал. Длина автомобиля варьируется от 3,5 до 4,5 метров. Ширина от 1,5 метров до 1,75 метра. В общем, стандарты почти европейские. За базовую комплектацию придется выложить 721 тысячу. За топовую 1 миллион 39 тысяч рублей. Линейка двигателей от 1,4 до 1,8 литра. Итак, самые дешевые оказались французы. Золотая середина корейцы. А самые дорогие немцы. Подводя итоги, можно сказать, что С это, наверное, самый демократичный класс. В него попадают и простенькие городские рабочие лошадки, и машины с хорошими спортивными амбициями. Именно поэтому и такая разница в стоимости. Здесь, как говорится, и вашим, и нашим. А универсальность всегда в цене. Особенно в нынешние непростые времена. Субтитры создавал DimaTorzok